Я, дорогие слушающие, это слово сегодня буду говорить об очень интересной теме, очень важной теме. Вот кто мы в этой жизни? Мы рабы праведности или рабы греха? Вот в Библии так сказано, там нет середины где-то. Или ты в одной стороне принадлежишь, или к другой. Кого-то спросишь, ты рад, когда он скажет, да нет, о чем речь идет. Но когда мы видим людей, которые, допустим, с алкоголем, они попали в такую зависимость, и они не хотят больше пить, они пьют. Интересно, они выпьют и потом делаются другими людьми, говорят вещи, которые никогда не сказали бы в трезвом состоянии, не сделали то, что сделали. И он понимает, что он не может, но он опять напивается. Иногда бросать, да я могу, проходит время и не может опять. И тогда он видит зависимость от наркотиков, от других вещей. И тогда он говорит, признается, что он является рабом вот этой зависимости. Но есть вещи другие. Если я не могу простить другому, не могу простить, не могу видеть этого человека, как увижу, у меня внутри все переворачивается. Я раб непрощения или раб зависти. Потому что зависть это тоже такая вещь. Ты не можешь радоваться, когда твоему другу лучше, чем тебе живется. У него счастье, у него все прекрасно, а у тебя может быть нет. Нет, это вот именно зависть. Зависти фарисеи предали Христа. Так написано. Они сказали по-другому, за что предали его, но фактически они не могли видеть, что этот человек, который не такой, как они, он не учился с ними, он как будто бы не имеет таких знаний, он из простой семьи, а он исцеляет. Он говорит слово, совершаются великие дела. Он говорит, как власть имеющий. И они и зависть его предали. Я хочу прочитать, вот как происходит с теми, когда мы приняли Христа, когда мы им живем, что происходит с нами. Послание к римлянам, 6 глава 6, потом 17-18 сит. Зная то, что ветхий наш человек распят с ним, чтобы упразднено было тело греховное, дабы нам не быть уже больше рабами греху. Благодарение Богу, что вы прежде были рабами греха, а теперь стали от сердца послушны тому образу учения, которому предали себя. Освободившись же от греха, вы стали рабами праведности. Да, вот так говорит Павел. Да, в Каринте там, ну, всякие люди, всякие-всякие, это был портовой город, и вот они каются к Богу из разных, так сказать, направлений, культуры, из разных народов. И вот они, так сказать, были рабами греха, а теперь стали рабами праведности. Правда, сильно. Но как признать себя рабом греха? Ведь это надо сказать Господу. Когда ты вот поверишь в Него, когда ты увидишь Его распятого на кресте своими глазами, и да, ты прочувствуешь, Он за меня умер, и мне это происходит с каждым, с каждым, который находит Иисуса Христа, и когда верит в Нему, Он его действительно представляет перед собой, Он читает Слово и видит, Он за меня умер. И когда я вот с Ним, так сказать, соединяюсь и говорю, Господь, да, Ты за меня умер, прими мои грехи, называешь грехи грехами, и Он прощает тебе все, Он вселяется в тебя, Он делает что-то особо новое, что творится в тебе, и ты становишься рабом праведности. Я прочитаю еще 1 посланник Олимпианам, 6 глава, 19 по 20 стих. Не знаете ли вы, что тела ваши суть храма, вас живущего Духа Святого, которого вы имеете от Бога, и вы не свои, ибо вы куплены дорогою ценою, посему прославляете Бога и в телах ваших, душах ваших, которые суть Божия. Мы куплены дорогою ценою, и теперь мы храм Бога Живого, Он живет в нас, Дух Святой живет в нас. Это так сильно, это так важно знать. И когда мы знаем, что мы куплены дорогою ценою, потому что Иисус Христос, который был Богом, который с небес пришел на землю, родился ребенком, прожил эту всю жизнь, и в конце концов умирает на кресте за грех, не совершил ни одного греха. И все эти 33 года, что Он жил, Он знал, Он должен быть распятым. Он делал добрые дела, и знал, что за эти добрые дела Его в конце концов распят. Но это было важно, это было ему и трудно. Мы знаем, вот скоро будет вечеря Господня. Мы всегда принимаем в день, так сказать, вот этой черной субботы, когда Христа распяли, тогда у нас тоже вечеря Господня, мы вспоминаем Его страдания. Вы знаете, когда ломится тело Его, когда благословляешь тело Господне, ломимое, и потом даешь людям в церкви, говоришь, вот так было ломимо тело Господне. Некоторые люди закрывают глаза, они говорят, Господи, спасибо Тебе, я соединяюсь с Тобой, с Твоими страданиями, ибо за меня Ты умер. Это была дорогая цена. Или когда предлагается вино, это кровь за вас пролитая, говорится. Люди принимают глоток, и в этот момент они представляют, кровь Христа за них лилась. И этот момент, он такой важный, потому что мы соединяемся с Его страданиями, мы воспринимаем, мы знаем, мы куплены дорогой ценою. Тогда мы понимаем, так сказать, что это значит, от этого рабца быть освобожден. Мы вспоминаем все, что в нашей жизни, даже у верующих, когда нами, так сказать, еще руководят какие-то другие чувства неправильные. Мы говорим Господу, прости, Господи, помоги, помоги мне жить с Тобой так, как Ты хочешь. И мы помним, что мы куплены дорогой ценой. Это помогает нам жить праведно перед Господом, праведно перед Ним, не потому, что мы от себя силу берем, но Он, который вселяется в нас, Он дает нам силу тогда быть рабами праведности. Да, пусть эти слова нас не пугают, это раб. Так сказать, мы как-то отвыкли от этих слов, но когда ты делаешь то, что не хочешь, тогда ты раб. А когда ты делаешь добро, которое в тебе живет, то ты, так сказать, подчиняешься той праведности, ты раб праведности. И нам надо быть именно послушными вот тому, что Господь от нас хочет, потому что мы куплены дорогой ценой. Да благословит нам Господь. Аминь. Субтитры создавал DimaTorzok